В этой истории я просто был рядом и отликнулся, может быть, быстрее других и оплатил счет. Мой паспорт долго смотрели и сканировали все странички. Но сейчас уже нам какие-то не нужны, сейчас все все понимают. То есть, если начнет призывать голосовать за Путина, вы прекратите спонсировать ФБК. Так что выборы — это не панацея. Как-то должно меняться. Всем привет, это Forbes Capital. Сегодня в специальном выпуске предприниматель Борис Зимин, который вместе со своим отцом Дмитрием оплатил транспортировку политика Алексея Навального в немецкую клинику Шарите. Борис, здравствуйте. Здрасте. Можете рассказать подробности, как это происходило, откуда вы узнали, кто вам позвонил? Из газеты узнал, из сообщений. Я мало что могу здесь рассказать. Мне позвонили Волков. В этой истории я просто был рядом, отликнулся, может быть, быстрее других и оплатил счет. Вот, собственно, все, что я знаю. Никаких других подробностей вряд ли могу сказать. А что это был за самолет, если не секрет? Я не знаю подробностей. Это какой-то самолет, какая-то скорая помощь воздушная, такие есть. Я не вникал в детали. То есть самой организацией процесса занимались не вы, вы просто оплатили и все? Нет, нет, конечно нет. А вы сейчас как-то следите за судьбой Алексея? Или только по новостям, как мы все? Как мы все. Слежу по новостям. Инсайда у меня, в общем-то, нет. Хотя я, я, конечно, знаком, связан с семьей, но ни в коем случае не злоупотребляю знакомство. То есть вы не беспокоите лишний раз семью? Ну, сейчас очень сложная ситуация, что такое болезнь близкого человека, поэтому я рад, что Алексей находится в Германии. Я вполне уверен, что там качественная медицина. И помочь больше ничем не могу в смысле медицины или спасения жизни. А пребывание в клинике тоже вы оплачиваете или это другие? Нет, нет. Насколько я тебя знаю, это вообще оплачивает германский налогоплательщик Алексей, гость канцлера, что-то в этом роде. То есть, видимо, там заботится другое государство. Вы же финансируете ФБК с самого начала, я прочитала в газетах. Да, это правда, но я один из многих тысяч и отличаюсь от остальных тем, что мой чек сильно больше, чем средний чек. Но, в общем-то, я один из многих. Правда в том, что я финансировал ФБК с самого начала и даже, по-моему, спровоцировал его появление, потому что в момент или сразу после знакомства с Алексеем я сказал, что буду рад поучаствовать, но хотелось бы, чтобы это было бы очень правильно сделано, открыто, ясно, понятно, чтобы не могло возникнуть каких-либо спекуляций. И возник фонд по борьбе с коррупцией. Я с самого первого дня и по сей день регулярно туда плачу со своего банковского счета. И так делают многие. Жалко, что не так многие. Это правда. А расскажите, как вы познакомились с Алексеем? Я так понимаю, что это было еще в тот момент, когда он был акционером-активистом. Помните был такой период в его жизни? Я не помню. Я не помню деталей. Это был какой-то 10-й или 11-й год. И как к этому познакомились? Я куда-то ходил на какие-то митинги. Случайное, более-менее, знакомство. И познакомился одновременно с Ашурковым и с Навальным. И так родился ФБК? И так родился. Ну, это нескромно, но как-то так он родился. Как интересно. А какая ваша цель во всем этом? Ну, это же, наверное, опасное довольно занятие по нынешним временам. Опасность грозит... Ну, мы видим, кому грозит опасность. Вообще, если говорить про риски, то они, конечно, огромны не столько для меня. Хотя для меня, наверное, тоже, к сожалению. Но для тех, кто может потерять работу, у которых нет больших средств к существованию, которые сильно рискуют именно своим положением. И которым можно повредить каким-то простым административным способом. Вот эти люди сильно рискуют. И честь им и хвала, что они что-то делают, куда-то ходят, что-то происходит. Вот им опасно. Им, конечно, сложно. А почему вы это делаете? Ну, я так понимаю, свой гражданский долг. Это громко слышится или громко сказано. Но это так. Я хочу, чтобы моя страна была бы хорошей, нормальной страной, чтобы развивалась бы не хуже, чем соседи. Ради принципа. А вы чем-то, кроме денег, помогаете ФБК, может быть, советам? Да нет, какой у меня советчик. Я же не специалист по политологии или по гражданскому активизму. Да нет. Чем помочь? Ходить по миссингам я ходил. Даже в акциях каких-то участвовал. Я был не наблюдателем на выборах 2012 года тех самых. Я был наблюдателем на следующих выборах. Я был даже членом комиссии на выборах мэра. Это кроме денег. Вы какое-то чувствуете на себя давление со стороны нашего прекрасного государства? Может быть, вас пытаются заставить отказаться от этого проекта? Мне кажется, с Ашурковым была какая-то такая история. Ашурков потерял работу, так или иначе. Ашурков и Маркво, значит, имеют, это его жена, уголовное дело, по-моему, Саша имеет уголовное дело. Они в Англии как беженцы находятся. То есть у них серьезная случилась история с государством. Да, со мной, слава богу, нет. Я ничего такого особенно не чувствую. Но у меня и, собственно, в России нет ни активности, ни бизнеса. Может быть, это спасает. Я, слава богу, не чувствую пока никакого серьезного давления, за исключением того, что одно время очень долго стоял на паспортном контроле. Мы долго смотрели и сканировали все странички. Это неприятно. Да, это, кстати, часто случается. Каких-то звонков или намеков... Слежки-то? ...не видел, не замечал. Но сейчас уже намеки-то не нужны, сейчас все все понимают. У вас есть какие-то договоренности с Алексеем, на что он может тратить деньги, на что нет? Я не знаю, например, может на расследование тратить, на поездки в регионы не может. Или это на его усмотрение? Я просто доначу. У меня с ним договор такой же примерно, как и с любым донатором. Если Олег Алексеевич что-то делает не так, он просто теряет донаторов. Но это никак не оформлено, никак не... А что значит, что-то делает не так? Ну, как? Если политик что-то делает не так, за него перестает голосовать. Что не так он может делать? Не ту политику вести, не те слова говорить. То есть, если насчет призывать голосовать за Путина, вы прекратите спонсировать ФБК? Ну, это точно. Это точно. Важно верить и, собственно, подтверждать то, что человек преследует определенные принципы, их не нарушает. Это очень важно. Таких у нас, к сожалению, мало. Или те политики, которые преследуют совершенно понятные принципы, мне сильно противны. Я уверен, что Владимир Путин принципиальный человек. Моего принципы мне глубоко противны. Если не секрет, а во сколько вам обходится ФБК? Не знаю, в год, в месяц? Отличительно большая сумма. Я плачу каждый месяц 300 тысяч рублей со своего счета. Мы просто в Форбс. Нам нужно обязательно про деньги вас спросить. Без этого мы не можем. В ФБК, да, вот это регулярная сумма, которую я уже плачу многие годы. Я участвую еще как-то в других донатах. Я там еще как поддерживаю чьи-то компании, когда существует сбор денег. Но регулярная такая постоянная деятельность – это вот 300 тысяч рублей. Я видела, что вы донатили белорусскую, по-моему, историю. Когда собирали вот сейчас как раз пожертвования на Белоруссию. Ну, это я увидел в Фейсбуке. А еще есть какие-то политики, кроме Навального, оппозиционные очевидцы, которых вы поддерживаете? Я не знаю, может, морально, не только материально. Морально, да, есть там Яшин, например. Я поддерживаю время от времени, когда случается сбор. Я поддерживаю политзеков. Я поддерживаю и необязательно политические истории. Ну, как любой человек, мне кажется. Вы с вашим отцом, по-моему, еще очень много поддерживаете независимые СМИ в России. Ну, это не так, чтобы очень много. И я не могу сказать, что у нас тут есть какая-то большая политика. Или вообще никакой политики нет. СМИ, как, собственно, и политика, и политики, это дело общественное. И их надо поддерживать. Чем больше людей в этом участвует, тем больше можно надеяться, надеяться, что политик будет отражать интересы общества и пресса будет отражать то же самое, только с другой стороны. Я не медиа-менеджер и никогда ими не мечтал быть. У меня была идея, и мы попытались ее реализовать, поддерживать, поддержка независимых СМИ. Был организован фонд «Среда», но он тут же был практически закрыт, потому что вот эта история с иностранными агентами. И там три года как-то мы выплачивали то, что обещали тем СМИ, которых выбрало некоторое жюри. Была идея поддержать те СМИ, которые страдают из-за того, что им не дают рекламы за их политическую позицию. В общем, какая-то такая была история. Поддержали практически всех, кто обратился. В общем, была такая немного сложная и странная история. Но, правда, хочется поддержать СМИ, медиа. Ну, как один из институтов. Да, именно. Как один из институтов общества. Мне не очень нравится слово «независимые СМИ», потому что, ну как-то, от чего они независимые. В текущей ситуации очень четко можно сказать, кого они не зависят. Вот сейчас это очень просто. Ну, в общем, медиа, они должны поражать, исполнять важную общественную функцию. Не должны зависеть от власть придержащих и от влияния больших денежных мешков в том смысле, в том случае, если деньги действуют против общества. Как такой перевок общества. Вот. А так они должны зависеть от самого общества, от людей. Мне очень нравится конструкция BBC, когда это общественная корпорация, которая финансируется за счет всех, или там большинства граждан. Как это вот достичь, не представляю. Не думаю также, что хорошая идея, когда медиа принадлежит журналистам. Не думаете, что хорошая? Скажу так, не уверен. Потому что журналистский коллектив – это тоже, тоже может быть история, не совсем совпадающая с обществом. Как интересно. А поясните, пожалуйста, эту мысль. Очень просто. Что такое журналистика? Это четвертая власть. Вы представляете, власть принадлежит сама себе. У нее свои рычаги, свое влияние. И очень сложно с такой историей справиться. То же самое, что с обычной властью. Какое-то влияние должно быть. Не должно быть независимостью. Там, суд. Независимый суд. Он, конечно, зависит от общества. И если суд не оправдывает или нарушает доверие или какие-то важные принципы, суд должен быть сменен. Так и со СМИ. Мне кажется, если какой-то медиа замкнет на себя, не будет отчитываться ни перед кем, будет иметь стопроцентное финансирование. Что с ним будет? Как вы думаете? Ну вот вы же медиа. У меня нет ответа на этот вопрос. Я как раз вас хотела спросить. А кому должны принадлежать медиа в такой ситуации? Вот вообще в идеальной России будущем? Медиа – это функция. Она принадлежит обществу. Как это медиа устроено – это вопрос очень большой, очень сложный. И я думаю, он имеет не один ответ. Несколько ответов. Один ответ – это BBC. Я привел общественная какая-то история. Но опять, общественная история в том, что все собирают деньги. Но я плохо знаю, как устроено управление. Там какой-то траст есть. Там есть уважаемые люди. Мне кажется, все очень зависит от людей, которые попадают в управление этой структурой. И система выбора этих людей. Проверки соответствия правилам каким-нибудь, опять же принципам. И постоянная смена людей. Смена? Да. Интересная мысль. Если это власть, то, конечно, должна быть смена людей во власти. Даже журналистская. Какая интересная мысль. Выборная должность? Ну, не знаю. Есть выборная должность. Ну, кого? Главного редактора «Эхо Москвы». Да, есть. 30 лет один и тот же человек. Вот так выборы работают в нашей стране. Так работают выборы. А что выборы – это не панацея, это не единственный способ. Как-то должно меняться. Коммерсант писал, что вы помогли Забеллу запуститься. И выдали 100 тысяч долларов. Да, помог. Ну, это да, помог. Помог. Да, помогли. Сейчас вот вы слышали, наверное, с ведомостями произошла история. Там тоже команда ушла. Не планируете им помочь? Нет. Еще раз, я не менее менеджер. Мне кажется, я нашел некоторую нишу. Есть такой проект «Рядколлегия». Это вот я, это вот мы. В том смысле, что я не участвую никак, кроме финансирования. Это абсолютно самостоятельная история. Решения принимаются людьми уважаемыми и вот как-то принимаются. А вот я финансирую, мы финансируем это, будет лучше сказать. И смысл в том, чтобы поддержать именно журналистов. Идея родилась после неудачи с фондом «Средой». Даже, так скажу, с неудачи поддержки именно редакций СМИ. Потому что иностранное агентство, там еще какие-то истории. И, в общем, очень сложно. Не то, чтобы не надо поддерживать СМИ как организации, но у меня получилось отыскать нишу такую. И я хочу там остаться, сосредоточиться. И тем более, все равно денег-то не так много. Как вы думаете, какая вообще судьба ждет медиа в России? Такая болезненная очень тема сейчас. Да, ждет трансформация. Куда-то как-то. Ну, слушайте, мы видим, как мощно развиваются такие СМИ, как Телеграм-каналы или Ютуб-каналы. То же самое «Навальный». Косты. Стоимость там очень небольшая по сравнению с традиционными СМИ, а влияние большое. Это не значит, что исчезнут редакторы. Редакторы нужны, конечно, в этом есть своя ценность. Но какая-то там трансформация ждет. Не знаю. Будет очень интересно и, да, будет болезненно. То есть смерти вы не предрекаете? Ну, нет. Это опять, это часть общества. Это как может помереть там полутела? Конечно, может, но это скорее трагедия. Нет. Это часть общества, которое будет как-то-то... Это трансформироваться, но исчезнуть она просто не может. У нас в крови, не знаю. Мы так устроены, что мы и делаем новости, и хотим знать новости. Поэтому СМИ, конечно, будут. А у вас какой-нибудь бизнес сейчас есть? Вы чем-нибудь занимаетесь, кроме филантропических проектов? У нас в группе в семье как такого бизнеса нет. Бизнес делал мой отец. Да, 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 я знаю. Ну, есть инвестирование, конечно, есть вложение, но я бы не сказал, что это бизнес, который можно описать как-то вот так вот, как бизнес. Есть вложение. Инвестиции – это то, чем я занимаюсь в частности. Но мы не в России, мы и в России активы вывели практически сразу, делаем портфельные инвестиции на рынке. Как вы думаете, в России вообще не стоит никуда инвестировать? Это все уже довольно опасно, неприятно, страшно, что? Рисковно. У каждого свой выбор, да, про рискованность инвестиций, про инвестиционную среду вам расскажут прекрасно. Многие люди, кто-то из личных историй, а кто-то там академически, как ученые, например, Сергей Нагуриев. Вот, в России страна рискованная. В смысле, вложение мы все это видим просто по экономическим показателям. Но выбор каждый делает сам. Ну, а чем вы еще занимаетесь, кроме благотворительности? Вот у вас была, по-моему, гоночная команда, я прочитала. Мы и благотворительностью-то не занимаемся, потому что что такое благотворительность? Мы пытаемся вложить деньги с каким-то результатом, не обязательно денежным. Вот, есть проект «Просветитель». Был фонд «Династия». Да, но его, к сожалению, не закрыли. Это не была благотворительность, это было вложение денег с понятной целью. Чтобы жизнь стала лучше, чтобы то появилось, это появилось, чтобы что-то сдвинуть. Это главная задача. А что касается спортивной команды, это личное увлечение, да, было такое, занимался. А сейчас нет? Нет, сейчас уже нет. Так вот, возвращаясь к благотворительности, мне кажется, что благотворительность – это, собственно, и есть то, что вы сказали. Это вложение денег с целью получить какой-то нематериальный результат и каким-то образом улучшить или изменить жизнь. Ну, может быть. Может быть, слово «благотворительность» слегка. Ну да, может быть, оно неправильно. Скомпрометированно, да. Но в целом, да, я считаю, что да и бизнес – это то же самое, это же не бизнес. Люди хотят что-то сделать хорошее, решить какую-то проблему, и тогда зарабатывают деньги. А если человек хочет заработать деньги, то, ну, можно продавать оружие, например. А можно придумать вампелком? За этим к моему отцу. Не вампелком – это большая случайность. И не он, никто вокруг не думал в момент создания военно-правочного комплекса, что получится вот так. Даже цели-то не такой не было. Была цель получить какой-то заказ, чтобы что-то делать, там что-то спаять, не во времена разрушения военно-правочного комплекса, а получился военно-правочного комплекса. Но это к нему, это лучше к нему. Спасибо вам большое, Борис. Спасибо вам, да. Вообще за все, на самом деле, спасибо, и за Навального тоже. Помогайте, участвуйте. Ладно, всего хорошего. До свидания. До свидания.